Более семи лет в доме Елены Морощук живут крысы, а хозяйка этому только рада и сама подыскивает новых членов восстатой стаи. Сейчас у Елены около десяти декоративных крыс, которые ежедневно проводят время в компании хозяйки. Каждая из них отличается характером, окрасом и, конечно, именем, но когда-то никто и подумать не мог, что именно крысы придут по душе. Я выбирала вообще хомяка сестре, увидела крыс, решила себе завести. Ну, завела парочку, две девочки, их держат, ну, как бы либо мальчиков, либо девочек, вместе нельзя, потому что, ну, либо кастрировать кого-то из них. Ну, и как-то они так понравились, и решила, что как-то им двоим скуш, надо еще. Ну, и как-то так вот хочется там одного цвета, потому что, ну, они все разные, и хочется там сиамскую, голубую, там, ну, черная обязательно должна быть, альбиносик. Ну, и как-то так получается, где-то смотришь, там у кого-то из заводчиков красивые крысята появились, и ты уже забронируешь себе. Ответственные заводчики заботятся о своих крысах и тщательно подбирают владельцев. Подробно выясняют, в каких условиях будет содержаться домашнее животное и знают ли, как правильно за ним ухаживать. Связано это с тем, что многие воспринимают крысу как питомца, которого несложно содержать, но это не так. Семейство подвижных и любопытных крыс должно жить во вместительной клетке, которая оборудована гамаками, лесенками, полками и домиками, чтобы у каждого из них был свой отдельный уголок. Каждому крыску нужно 50 литров объема. Меньше как бы нельзя, потому что они все-таки бегают, они подвижные достаточно, и им надо и побегать где-то, поиграть с подружками. И, ну, вот эта клетка, например, рассчитана на 10-12 крыс. Ну, вот так вот такое количество и живет. А клетка подбирается, ну, как-то у меня было раньше другие, конечно, ну, смотришь, какие удобнее, что-то не устраивает, какие-то моменты. Век крысы недолог, около двух лет. Кроме того, у них слабый иммунитет, поэтому частые визиты к ветеринару обеспечены. Декоративные крысы нуждаются в регулярных прогулках по дому, но оставлять их в этот момент без присмотра нежелательно. Крызуны могут попробовать на вкус провода, мебель или обои. Ни для кого не секрет, что 2020 год – год металлической крысы, и у многих появилось желание завести символ этого года. Но к этому вопросу стоит подходить со всей ответственностью. Это не игрушка. Можно плюшевую крысу подарить, можно керамическую статетку, пускай это будет символ года, но не живое существо. Оно будет не один год жить, ну, хорошо, если не один год жить. Ему надо условия, за ним надо следить, убирать, кормить, лечить. У Елены в доме, кроме десятка крысы, живут еще две кошки, которые, вопреки предрассудкам, ладят с декоративными крысами. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.